Привет, профессионалы и дилетанты! С вами Александр Бубнов. Мы продолжаем тренировать Парму. Ну и, как вы помните, посреди серии мы играли первый матч Кубка против Наполи. На этом закончили. И сейчас у нас будет, скажем так, вторая игра, ответная игра дома. Ну, может быть, так сложится, что мы победим и пройдем финал Кубка. Для Парма это будет большое растяжение. Что касается чемпионата, то здесь была игра с Дженуа. И на 84-й минуте мне забили. При равной игре, при равной игре, мне на 84-й минуте забили Пенамонти. Я думаю, ну, елки-палки, весь матч шли на равных и в концовке обидно будет отпустить. Но на 90-й минуте Эспозита сравнял, я говорю, ну, хорошо. Хотя бы, хотя бы, думаю, ничья неплохо будет. Но потом, потом Куцка классным дальним ударом забил, герой матча стал. Но герой матча, почему-то вот эти экспертишки, да, что в России, что в Италии, да, они, вот кто гол забил, тот красавец. Хотя победный гол и большее количество обостряющих передач сделал Куцка. Какого черта вы Эспозите даете игрокам матча? Ну, вот это же надо так разбираться в футболе, да, что, так скажем... Ну да, Эспозитов тоже молодец, хорошо сыграл, но ключевую роль сыграл Куцка. И Куцка, помимо того, что он забил, он еще и обострял. Вот на чем надо сделать акцент. А даже в Италии журналисты иногда ведут себя как полные дилетанты и профессионалы. Футбол Менеджер 2020 можно легко приобрести дешевле, чем в Стиме. Для этого переходите по ссылке под видео и не забывайте вводить промокод СЛОВАТ ЮНАЙТЕД, который даст вам дополнительную скидку. Так, у меня тут завершили просмотр Валеры. Знал я одного Валеру. Такой себе персонаж, и этот, не знаю, наверное, такой же. Мы готовы сыграть против Наполя. Состав у неаполитанцев, конечно, сильный. Вот, но, в принципе, первая ничья. Ну и Кубок Италии. Я думаю, что это не то, ради чего Наполе будет рвать задницу. Вот, им этот кубок, наверное, не так нужен, как нам. Нам-то это путевка в Еврокубке. Наполе через чемпионат спокойно отберется. Луи Джесепе начинает атаку нашей команды. Луперта делает заброс вперед. Дурмеси, вы видите, как широко Дурмеси располагается. Это очень помогает растягивать оборону. И передача на Кулушевского шикарная. Но надо было счет открывать ДН. Очень. Ну, как сказать, Кулушевский не мастер игры головой. У него игра головой, даже, я бы сказал, на низком уровне. Да, ну как, 12. Не как у Таргетмена, а, чтобы вы понимали. Поэтому он может и не забивать такие. Вот Инсиния подает. Вот удар головой от Миллика. Вот Миллик, он лучше играет головой. У него 15. И вот здесь он, конечно, нас простил. В атаке наша команда. Кривела. Ну, елки-палки. Давай своими кривелами мяч отбирай. Молодец. Вот сейчас поработал хорошо. И Кулушевский. Все-таки со второй попытки забил. 1-0. И это шикарно. Но надо понимать, что при счете 1-1 дальше пройдет на поле. При счете 1-1 дальше пройдет на поле. И я вообще сторонник того, чтобы в футболе вот эти вот правила гостевого голода изменить. Проходит, проходит та команда, та команда, которая, ну, надо, знаешь как, мотивировать. Не чтобы они оборонялись, а чтобы они старались больше забивать. Вот так команда, которая дома больше забьет, та и проходит. Вот это было бы правильно. Но когда они начинают там жопой к воротам сжаться, блин, это противно смотреть в Лиге Чемпионов. Ну, они-то, их можно понять, потому что, не дай бог, пропустишь, вылетишь. Вот это вот, вот это вот вопросы, конечно. Да, да. Так, ну и здесь я скажу, что дела идут неплохо, но вы можете лучше. И точно может лучше Роберто Инглеза, который пока на плохую оценку играет. И Кулушевскому скажу, чтобы он карточки-то там не получал. В матче практически без моментов, ничего не происходит. Но это даже нам, наверное, на пользу, да. Но я все-таки замены произведу, замены произведу, потому что это необходимость, что называется, производственная, да. Ну, и я смотрю, допустим, вот, Кулушевский подустал сильно. Что делать? Надо менять. Мы Дафи переставляем на этот фланг и выпускаем Сайседа, который мало играет. Ну, пусть выходит, пусть делает, показывает, доказывает, да. Ну, пусть так будет. Ну, просто я часто сталкивался с тем, что футбольный менеджер вот так вот в таких матчах до конца тянет, тянет. А потом тебе забивают на последних минутах. Ну, может быть, Корнелиус исправит ситуацию? Ну, он пробил туда, где мерято было удобно достать этот мяч. Последние минуты, три добавленные. Ну, сейчас, знаешь как, пропускать нельзя. Хорошо бы еще забить. Кривело. Подача. Ну, подача на дальнюю штангу, где никого нет. Корнелиус. Надо бить. Ну, бить не стал. Вот сейчас бы не обосраться в передаче. Отыграй назад, спокойно. Вот так, правильно. Дикс. Заброс вперед делает. Хорошо, хорошо, Сайседа. Ну, мы в этом матче, я считаю, по игре были сильнее на поле. И заслужили пройти дальше абсолютно честно. Ну, вот последняя атака, которая может все изменить. Ну, хорошо. Там смогли опередить. Смогли опередить Милика. Да. И победили. Ну, победили, надо сказать, конечно, хорошо. Уверенно. Уверенно победили. И я скажу, что это особенный момент, что ребята, вы молодцы, вы красавцы. Финал Кубка, где мы сыграем с Ромой, которая, страшно сказать, Ювентус 3-0 вынесла. Ну, там, естественно, что Рома, что Ювентус, это серьезные противники. Вот. Но для нас выход в финал, это уже серьезный подъем репутации. Я в Парму зачем пришел? Чтобы репутацию Пармы поднять. И это происходит. У меня команда в финале Кубка Италии играет. Правда, вот Клушевский не будет играть в финале, потому что дисквалификация из-за желтых карточек. Вот смешно, да, но без лидера мы остались перед самой важной игрой сезона, наверное. Но календарь это просто сумасшествие какое-то. Слышишь, вот Наполи, Интер, Севилья, Лига Европы, между прочим, Ювентус, Севилья. Слышишь? Ну, кто это расписание составлял? Это мы играем с топами Италии, да. Потом представляем Италию в Лиге Европы. Вот как мы должны это делать? Мы в Севилья сейчас идем на пятом месте. Вот Ювентус ниже нас, кстати говоря, на седьмом, Интер на десятом, чтобы вы понимали. Но по составу там не седьмое и не десятое место. Там кошмарный уровень высокий. И индивидуально это такие мощные футболисты, что, так скажем, просто не будет никому. Ну, гегемония Ювентуса, скорее всего, прервется, потому что до Милана Аталанты десять очков. Ну, на мой взгляд, Милан, наверное, все-таки станет чемпионом, потому что у них состав лучше, чем у Аталанты. Поэтому, ну, это такой мой прогноз. Я, конечно, хотел бы, чтобы Парма выиграла, но Парме, видите, как предстоят какие сложные матчи. И с нашим составом, который, по сути, полуторный, а не двойной, как я играю обычно с двойным. Мне здесь не хватает качественных игроков на двойный состав. Я играю полуторным. Но полуторный состав не может вывести три турнира на таком высоком уровне. Да, и ладно, мы там сейчас играли бы с Вероной, с Эмпалем, где можно было бы там слабину дать, немножко выпустить резерв. Да, а тут ты играешь везде полным составом. И, естественно, от игроков что останется в таком ритме? Ну, мы готовы сыграть против Интера. У нас Эспозита Инглеза Сайседа, тоже игрок Интера, на котором он не говорит, что-то мало он играет. Вот сейчас мы против Интера связку сразу Эспозита и Сайседа посмотрим. С проката я поставил на правый фланг, потому что уже нет сил у Кулушевского. Ну и в Эстоне, в центре обороны. Это, я думаю, интересный футболист. Вот, эксперты были правы. Давайте Интер. Раз Интер плохо сезон проводит, то надо этим пользоваться. И нужно, конечно, всегда работать над собой. А ты знаешь, как у нас иногда в России? Вот это фавориты, мы там уже не выиграем. Можно не играть. Да, сразу вышли на поле, уже полные шуты дерьма, потому что обосрались. Здесь у нас такого нет, я не позволяю такого игрокам. Ну да, они, может, в игре вон обосрутся, как Тоннели. Ну и сейчас его тут выбить надо аккуратненько. Ну повезло. В этом эпизоде нам повезло. Ну как повезло? Это ошибся наш центральный защитник. Самый опытный, причем, Лоренцо Тоннели. 31 год он не научился с мячом работать, представляешь? Ну это стыдно. Боррелла забрасывает. Ну и здесь уже все-таки гол. Габриэль Барбоса с передачей Никола Боррелла забивает. Ну вот, видишь как, команда немножко подрасслабилась. Сейчас я их больше риска попрошу добавить. Ну и вот здесь кто выпрыгнул? Эспозита выпрыгнул. И, так скажем, в мяч не сыграл. Если ты выпрыгиваешь, играй в мяч. Это уже стопроцентная, так скажем, гарантия того, что ничего плохого не случится. А если ты выпрыгиваешь и смущаешь партнеров, которые могли бы этот мяч сыграть, и просто выпрыгиваешь и до мяча не добирайся. И это тебе двойка за такую игру. Ну понятно, что график у нас сложный. И мы эмоционально выжаты после кубка. И у нас впереди Лига Европы более важный матч, чем этот. Тут само собой уже сложно настраиваться, когда такой график. Ну вот мяч отыгрывается до Самира Хондановича. Но здесь надо чуть-чуть получше прессинговать, поактивнее, поагрессивнее быть. Кто активнее прессингует, тот, как показывает практика, в матче против топов получает преимущество. Но активный прессинг это трата сил. Лаутара Мартинес. Ну сейчас у Интера уже какая вторая штанга. Лаутара сейчас тоже простил, конечно, у нас. Ну видите, не хватает, не хватает нашей команде еще и везения. Хонданович разыгрывает. Ну вот пошел прессинг сразу. И вот здесь надо подхватывать было мяч. Не подхватили. Ну продолжаем давить, продолжаем, продолжаем. Ну куда мы вдвоем на одного вратаря побежали? Один остается защитником, другой на вратаря идет. Все же просто. Бругман, с прокате. Ну давай, мать я, покажи, что умеешь. О, да. Вот с прокате после этого удивляется, почему он на лавке сидит. С таким умением только на лавке и сидит, мать я. Ты понимаешь, что так нельзя делать. И играет, вот опять же, с прокате. Почему играет? Потому что у нас выбора нет. Нам надо ротировать состав перед Европой. Ну а естественно с прокате не того класса игрок, чтобы там с футболистами Интера на равных играть. Он мяч сыграть не может. Вперед он так только выбивает, как этот. Во дворе есть там парень, который особо играть не умеет. И всегда это самое мешается только. Так, судья пошел смотреть вар. Может быть, может быть, пенальти назначит. Там Габриэль Барбоса что-то слишком переуседствовал. Да, пенальти. Ну пенальти для нас это, конечно, подарок судьбы. Только надо этим подарком воспользоваться. Если вар показал, что было, значит было. Инглезе. Инглезе забивает. 1-1. Вот так вот сенсационно, да. Исхода игры это не вытекало. У нас был хороший момент один, но у Интера было больше моментов. Так игра на 3-1 в пользу Интера. Но по счету 1-1. И сейчас, конечно, они разъярятся и пойдут вперед. А может быть, наоборот у них, так сказать, потухнет. А что? Нет, а что ты ему желтую? За что ты ему дал? Не, ну судья, конечно, перегибает сейчас. Ну вот, вот за что там желтую давать? За это желтая не дается, елки-палки. Ну там не было грубой игры или что. Тем более у него уже была желтая. За что ты ему первый раз желтую дал? За такой же контакт? Это, это двойка. Вот арбитру за то, что он так вот работает, да. Вот, будем гореть. Ну тут сразу 2. Оценка 2. Потому что так судья работать не должен. Ну как пресергующего форварда в атаку поставим Инглеза. У нас сейчас другого выхода нет. Что касается настроя, ну надо рисковать. Счет 1-1 вряд ли мы удержим. Что касается игры на чужой половине поля, ну линия активного отбора выше. Ну мы можем ее до стандартного опустить, чтобы плотность увеличить. Но я не думаю, что Инглеза там в одиночку сможет запрессинговать. Мне кажется, это сложная для него задача. Вот я планировал силы Дурмеси сохранить, но Гаглиола взял, нас подвел. Ну что тут скажешь? Это ответственность самого игрока, да. Как он подводит. Имея желтую каточку, ну я понимаю, что судья перегнул палку. Да, ну ты это не фалил. Вот за что он первый раз ему дал каточку? Ну ладно, ладно, здесь желтая был подкат, грубо сыграл, я все понимаю. Ну вот здесь, ну что, где фолта здесь был? Ну это штрафной, ладно, но это не желтая каточка. Он неумышленно срывал атаку или что-то такое. Ну он просто сыграл в этом эпизоде, да. Пошел, там не было грубости и жесткости. Ну он сфалил, сфалил. Но если у него тем более есть уже карточка, что ты ему даешь еще? Это даже не срыв атаки, не фолл последней надежды, ничего. И не грубая игра. И я вот в этом плане с судей, конечно, не согласен. И, так скажем, здесь я не стал бы показывать желтую. Тем более за такое неочевидное нарушение правил, которое, что называется, 50 на 50. Ну мне кажется, это мафия интеровская там надавила, чтобы, мол, вы нам пенальти поставили, а теперь у них удаляете игрока. Ну именно вот, единственная желтая каточка среди всех игроков на поле, да? И он именно его удаляет. Что тут это самое? Тогда за каждую надо удалять, за каждое нарушение. В атаке интер. Ну я не удивляюсь этому, что интер в атаке. Тут уж им сам бог велел атаковать. Ну давай еще пенальти поставь в нашу... Ну конечно, там судья уже, конечно, увидел, что это пенальти. Судья даже в ад сотрить не стал. Ему позвонили из офиса. А они не забили, потому что несправедливый пенальти был. Это вообще, это... Я с таким беспределом в Италии первый раз сталкиваюсь, чтобы... Так нас засуживали, так нас это... Ну смотри, сразу начал желтые давать. Сразу двух центральных защитников на желтые посадил. Нет, это... Арбитр явно против нас работает. И... Ну вот как вот можно это даже... Это даже никак не оправдаешь. Даже если захочешь очень сильно, такого судью не оправдаешь. Потому что он, ну просто-напросто гробит команду. Гробит команду. И все это видят, что он гробит. Но никто ничего не делает. И вот это вот, конечно, очень такой момент. Я не уверен, если он еще пенальти назначит. Или еще удалит у нас кого-то. Судья вот так себя зарекомендовал, так себя поставил в этом матче. Он, я думаю, сам в шоке. Но ему пришлось вар посмотреть, когда он пенальти ставил в ворота Интера, да. Он там вар принял решение. Ну, так скажем, вся Италия видит, да. Нарушение. Он не может там сказать, я не видел. В наши ворота он без вара разобрался вон. И говорит, да было, говорит. Было, я, говорит, видел. Хотя в ворота Интера он пошел в вар смотреть. Ну, он не имел права не посмотреть. Потому что, вот, такое вот дело, да. А желтую карточку он, ну, вторая желтая варом не смотрится, чтобы игру не затягивать. Но я бы, я бы, честно говоря, добавил бы в вар, потому что желтая карточка, вторая, это серьезный момент. Это как красное, это как удаление. Ну, вот. А он тут тоже, говорит, тут же решил. Видишь, как? Уже понял, что бубнов давление оказывает, да. Уже я в федерацию, у меня везде связи. Я звонил всем своим знакомым. Ну, и сразу, говорит, ладно, говорит. Вот был на геморрай еще тоже карточку. Только проблема в чем? В том, что он геморрай еще на 83-й показал карточку, да, когда уже ничего не решается, как говорится, да. А у меня целый тайм он играл, он без этого. Они 7 минут играли без игрока. И то больше того там состав уже был равный. И судья уже мог сказать, я, блин, для вас все сделал, пенальти вам поставил. Их оставил в меньшинстве целый тайм. И вы все равно не смогли ничего сделать. Ну, Интер, конечно, обгадился серьезно. Там они Конте уволили, но явно дело было не в Конте. Вот. И поэтому до свидания, Интер. Ну, вот так вот мы опускаемся ниже. Юветус проиграл Фиорентине 3-4. Причем на 91-й минуте. Они 3-1 вели. 3-1 вели, елки-палки. И Оливье Жерухи трик оформил. За Фиорентину. Юве на 8-м месте. Интер на 10-м. Это смешно. Это что за кудесники-тренеры? Маурицию Сари. Ну, это, елки-палки. Вот это тоже Сари. Я удивляюсь. Банкир. Сиди в банке. Перебирай там бумажки свои. Куда ты в футбол лезешь? Еще и курит стоит. Это самый, вообще, тренер, который у меня вызывает. Как его мы же был Юветус поставить тренировать? Елки-палки. Сиди в офисе у себя в банке и кури там, сколько тебе влезет. Этот ходит. Первый раз такое вижу, чтобы ходил возле поля, курил. Ну, я знаю, что Бесков тоже там мог коньячка употребить. Да, ну, он на трибуне сидел. Не рядом с игроками. Ходит, дымит, представляешь? Со своей свистулькой там в рту. Это вообще. И, конечно, ну, с Юветуса в Италии на восьмом месте идти. Это надо, знаешь как, после такого тренерскую карьеру заканчивать. И идти работать в банк. И то, я не знаю, там, если он в банке так же работал. Ему надо улицы идти, мести. С таким уровнем. Ну, как можно с Юветусом в Италии восьмое место занимать? Это вообще смешно. Интер, вон там, судьи тащат. Йоким Лев, этот нюхач, все никак не может вынюхать. А, конечно, он там на короткой ноге из FIFA, из UEFA уже, наверное, там договорился, что сейчас мы Парму обыграем. Нет, самой так просто это дело не пройдет. Ну, вот Наполе, смотри, победил Самдорию. Милан в ничью старинно сыграл. А вот Атланта победила. Лучано Спалетти, ну, все-таки Спалетти более, так скажем, уважаемый специалист, чем там этот Сари. Да и как выглядит, посмотри, Спалетти, 61 год, как выглядит. И как выглядит этот Сари. А Сари, я узнал, сколько там лет ему, да? Ему 62. Но здесь его в костюмчик приодели. Ну, там такой приличный на фотографии Ювентус и все такое. А на самом деле ему лет 80 хочется дать. Потому что курит, пьет наверняка. И видно, что уже, как говорится, это, уже теряет. Ну, как можно, плевать, как выглядит, да? Восьмое место с Ювентусом. Это у меня в голове не укладывается. Рома, Интер. Ну, это тоже Рома, там, кудесник. Марсел объелся, тренирует. Чем ты, чего ты объелся? Объелся. Идеалист, блин. Вот это идеалист. Всем бы с 19-го года тренируют Рому. Довел просто до ручки. Кабанду. Ну, как так можно, Марселла? Ну, как так можно? Просто взять и на девятом месте с Рома идти. Впереди, ну, Тарина, например, состав точно не сильнее. Это вообще смех. Наша команда готова сыграть против Севильи. Первый матч. Ну, а я напоминаю, что эта серия вышла благодаря поддержке донатом Виктора Мазилова. Вот. Она-то внеочередная серия. Так что, ну, я надеюсь, что вы на ней наберете 600 пальцев вверх быстро, чтобы вышло следующее. И, так скажем, делитесь этой серией. Там в группе ВКонтакте репосты делайте. Вот. Ставьте лайки. Отправляйте друзьям. Пусть они ставят лайки. Ну, если вы, как говорится, хотите, чтобы БМ продолжался у нас. И Парма что-то там выиграла. Вот. Хорошие предложения есть. Ну, а соперник сильный. Соперник сильный. Надо что-то как-то с этим делать. Но мы начинаем дома. И я надеюсь, что наша команда себя покажет. Карамо восстановился после своей долгой травмы. Но он пока в запасе. Естественно, я его сразу в бой бросать не стал. Это может для него плохо закончиться. Дикс выбрасывает на Кулушевского. Кулушевский, тем более, сейчас в хорошей форме. Мы ему дали отдохнуть. И он на Лигу Европы уже зарядился. И вот Кулушевский бьет не точно. Ну, вот так вот. Васлик выбивает. Рана. Прессинг хороший. Но Кулушевский, я говорил, в идеальной практически сейчас форме находится. И бьет здорово. И зарабатываем мы угловой удар. Спарма с первых минут давит. Кривела. Ну, подача фирменная, кривая. Но вот Вацлик надежен. Смотрим, чем ответит Сивили. А Рана играет вперед. Ну, вот нам бы перехватить мяч. С этим есть проблемы пока. Вот здесь в глубине. Как он прошел-то легко, Рони Лопес. Хорошо, что ударил плохо. Ну, у Рони Лопеса техника, конечно. Видишь, на высоком уровне играет футболист. Видно, какие у него ровные все показатели. Практически без слабых мест игрок. Кривела подача. Хорошие тоннели забивает. Молодец. Лоренцо. Первый гол в сезоне. Ну, такой важный. В такой важный момент забил. И кривела. Но он уже первую подачу свою хорошо исполнил. И сейчас здорово там выпрыгнул тоннели. И Оливера перевесел. А Оливер непонятно, что с тоннелей играл. У него рост метра семьдесят восемь. Игра головой пять. Высота прыжка семь. Куда ты полез на большого дядю? Ну, не скажешь, что он прямо большой. Но по сравнению с Оливером, это Гулливер. А тут Оливер. Понимаешь? Вот и разница. И это индивидуальная ошибка. При стандартах явно прослеживалась. Но с центральными защитниками обычно играют центральные защитники. Так заведено. Высокие на высоких. А если там малыш оказался, то, естественно, его задавят. Ну, такое бывает, что там крайний защитник начинает показывать, что явно король лилипутов и побежал. Аякс-Зенит. 1-0 впереди Аякс. Но, в принципе, это домашний матч для Аякса. Если Зенит хоть один в том тайме забьет, это будет уже хорошо. Я все-таки за российский футбол болею. Всегда переживаю за наши команды. Так, Грасси сказал. Сказал, говорю, не получил вторую желтую. Он выглядел немотивированным. Ты что, на второй тайм хочешь он подвиги этого Яка-Пони, что ли, показывать мне тут? Мне не надо такое. Иди посиди. Если игрок выглядит немотивированным, я его наорал бы на него, пропесочил. И тут же посадил, потому что нельзя так себя вести. Главный тренер плохие вещи, что ли, советует? Нет, Брукман делает перехват. Кривело. Он не стал давать сразу наперед. Но Кулушевский отвратительный удар. Еще одна попытка. Дикс. Кривело. Успел сделать передачу. Брукман с прокати. Хороший дальний удар. Но не точный. А вот это вот плохо. Дон Месси получил повреждение. Ну и Гаглеола выйдет, его заменит. Потому что тут какие варианты. Кулушевский играет на 6-2. Тоже нужно менять. Я думаю, что Ян Карамо. После долгого отсутствия на поле все-таки появится. И это для наших болельщиков. А не просто овации. Строители. После травмы наш футболист выходит. Ну да, он много потерял по физике. Много. Но ему сейчас надо выходить в храбрости. У него вообще не было. Он как ходил там на костылях бедный. Так вообще всего бояться начал. Но сейчас вот более-менее вышел на поле. Это ему должно помочь. Должен зарядиться и постараться. Ну так скажем, к следующим играм уже готовиться. И быть в обойме. И вернуться в обойму. Это всегда психологически тяжело в первую очередь. Концовка матча. 4 минуты добавлено. Но счет 1-0. Он, конечно, не должен расслаблять. Игра была равна. Ну вот. Играли два. А дальше... Ха-ха. Не, я так не буду говорить. Игра качественная была. Игра была качественная. Вот в отличие от того, что мы в России видим. Да. Вот смотри. Процент передач. 90. 91, 92, 94, 93, 93. Грасси 100% точных передач. Значит, за тайм он сделал. Инглеза 85. Форвард 85 дает. Форвард! Это привет Ромке Широкову, который там рассказывает, что он вперед играет обостряем. Инглеза нападающий. 85% точных передач. Вот это я понимаю. Худший Кулушевский. И то у него был отвратительный матч. И он поэтому был заменен. Да, 75. Это 25% брака. У нас в чемпионате России, если кто-то из игроков группы Атаки на 25% брака сыграет, ему все будут рукоплескать. Рукоплескать будут. И говорить, какой молодец, да. Практически без ошибок играл. Так скажут. А здесь это худший игрок в команде. И когда там картавый ник этот, не знаю, откуда вылез, начинает рассказывать. Мне, посмотришь, говорит, серия А, говорит, слабее чемпионата России. Ты статистику посмотри, блин. Ёлки-палки, чудила. Ёлки-палки. Я не знаю. Их еще, главное, в экран сажают. Они в футболе. Вообще не бум-бум. Их там кто-то слушает. Я в шоке. Этого Уткина, который сам только на мяч похож. Это его единственное, что с футболом сближает, да, как говорится. Этого картавого, который мало того, что он картавит, но я тоже картавлю. Но я умные вещи говорю. А он чушь не все. Ну какой чемпионат России лучше, чем Италия. Посмотри показатели, на каких показателях Италия играет и на каких Россия. Вот Зенит. 3-1, хоть на последней минуте забили гол. Но все равно. Вот он уровень российского футбола. Зенит, который по 100 миллионов получает, блин, сезон. Краснодар. Астане сгорел 1-0. Это позорище. Вот картавому Нику покажите эти результаты, блин. Пусть плачет. От того, как Российская лига сильнее итальянской. Лацио, ладно, Марселю проиграл в гостях 2-1. Но 2-1, понимаешь, они могут зацепиться. Но Астане не забить за матч Краснодара. Это позор. Голицкий там, наверное, тоже сейчас застрелится. Вот сколько вкладывает в эту команду. Эти бездары не могут ничего выиграть. Какой выиграть что-то? Они Астану не могут обыграть. Это же смешно. Милан он выиграл в гостях. Вот итальянский футбол, пожалуйста. Аталанта. Ну, Аталанта 1-1 сыграла. Но я думаю, что в ответ на игре они, как говорится, с Хайдуком разберутся. Мне так кажется. Ну, а Зенит. Зенит, что? 3-1. Долмеси, слава богу, только на 1-2 дня выбыл. Клушевский из Мотова. Но Клушевский с Ювентусом не сыграет. Мы под Ювентус другой состав подберем. Но этот матч против Куряги Сари посмотрите в следующей серии. Надеюсь, что вы быстро соберете пальцы вверх. Ну, либо в группе ВКонтакте. Заходите. Там есть шкала доната. Вы видите, сколько заполнено. И можете, как говорится, там ускорять выход новых серий. Потому что сейчас самое интересное. Пройдем мы Севилю. Не пройдем. Что будет дальше там в Лиге Европы. И в чемпионате тоже интересно. Поэтому я думаю, что надо постараться. И я надеюсь, что вы пальцами вверх эту серию завалите. Спасибо всем за просмотр. Всего вам самого доброго. Удачи. И до свидания.